Девушки отдыхают Всем здорова, вы на канале, люди, у которых всегда клюют. У нас случилось что-то необычное. Мы, короче, гуляли, приходим на берег, здесь смотрите, сколько вещей. И они все наши, дело в том, что просто это все наши вещи. Что с этим делать? Мы предполагаем качать лодки, грузить вещи и сплавляться по реке. Да, из этого нужно что-то собрать будет, из этого всего. Как и наш большой лего, так рассыпали просто на пол. И вот теперь надо собрать все. Так, ну и с этих сборов начинается наш сплав по реке Сура. Сегодня будет рыбалка, сегодня будет вечерний лагерь. Сегодня будет, надеюсь, если мы что-то поймаем, уха. Короче, все увидите. Следите, будет пиздец интересно. Здорово, мои родные. Здорово Артем. Здорово Серега. Здорово Толян. Здорово Никитос. Я со всеми уже здоровался с вами. С кем мне здоровался? Здорово Пашк. Пашка. Здорово Игорь. Здорово Володя. Здорово Вован. Здорово Ваня. Здорово, Ван Чила. Здорово. Давай. Игорь. Четыре. Игорь был уже сегодня. Здорово, Толян. Здорово, Митяй. Здорово, Руслан. Ирифат. Ирифат. Обязательно. Традиционно, Ирифат. Здорово. Ай, дайте собираться. Все. Короче, вайп такой вот у нас вот. Утро. Раннее утро. Птички. Ветерочек. Погода. Нас сегодня балует. Балует не жарой. Прикольно. Главное, ветер, чтобы не поднялся. И вообще кайф. Так сплавляться будет. Ну, пока часа полтора надо лодки покачать и погрузить все. Как давно мы не доставали вот эту лодку. И она просто миниатюрная. Такое ощущение просто игрушечное по сравнению с нашими гладиаторскими вот этими большими лодками. А мы раньше так не ходили. Дело в том, что мы вдвоем с Вадимом в этой лодке помещались и плавали. Что это за тема? Что, мы на этот сезончик еще один мотор узнали. Насос электрический взяли. Электрик аэрпамп мгп80с. У нас и так уже два насоса. Это еще третий. Слушай, а здесь как-то надо выставлять давление. Давление. Сейчас, да. Посмотрим. Ну, короче, такое обилие лодок. Конечно, конечно, ребятки, нужны. Ну, только ножны вот эти вот лягушки, которыми, ну, честно говоря, устанешь накачивать. Но вот такие электронасосы просто лучшее, что придумали для накачек лодки. Они сдувают и надувают. Вот видишься два ин-вын. Сейчас все, наши лодочки будут накачаны быстро, без наших усилий. Пошла жара, как на Бора-Бора, можно сказать. Параллельно накачиваем, да, много лодок у нас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще вон дядя Андрей несется, Вадим, у меня. Лодки туда, туда. Я сегодня регулировщик по сплаву лодок. Или правильно называть это, как, Паш, слепование лодок. Правильно мне подсказываешь? А то по губам я плохо читаю, Паш. Пока лодки сами по себе качаются, упаковывают спальные мешки, матрасы в вот такие вот мусорные мешки, вот непроницаемые. На случай дождя, на случай дождя, на случай, если круг там сплетают, плеснет в лодку, чтобы мы не на локов спали, на сухом. Спать будем в сухости, все загерметизировано. Ну все, все лодки накачаны, все готово к отправлению. Некоторые лодки уже даже спустили на воду. Все, осталось прям еще буквально четыре лодочки. Все накачали, все с кайфом. Будем отправляться сейчас. Сплавляться. Будем отправляться, сплавляться вот так, айца. Лодосос сейчас соберем и погоним. Вот так вот начинается наш сплав. Вадим сразу поранил руку в самом начале, но ничего страшно. Сейчас мы ему сразу, он, дай бог у нас, Серега с нами, он, видите, у него не только рыбак на плече написано, он еще там. Еще медик. Да, у него сразу кровоостанавливающие какие-то кровоостанавливающие какие-то там спиртовые салфеточки, все дела, перекись. Все есть, все мы обработали. Завязываем. Вадим сейчас забинтуем палец. А мы что за ним вернемся? Все, долго мы собирались, загружались, на самом деле не самое простое, это, как оказалось, 6 лодок собрать, загрузить. Ну, у нас сегодня такая банда, вот я, Вадим, Егор, Серега, вы знаете, наш товарищ с нами ездил на рыбалку, мы с ним ездили. Тема, знаете, в Астрахан с нами гонял и свояк. Ну и дядя Андрея, это батя Пашки нашего оператора, он рыбак попрофессиональный, чем мы. Получается, мы сегодня будем его кормить, а он будет рыбу ловить. Точнее, он нас будет кормить. Уху, если мы сегодня, мы хотим сегодня уху приготовить, но это если поймаем рыбу. Надежд на нас немного. Андрей, все надежды на тебя. Вот. Ни единого шанса нет. И голодные сегодня, короче. Так, в чем дело, значит, хотели вообще сплавляться, это мы на реке Сура, от населенного пункта Пыркино, вот от моста, такого самодельного какого-то. Целый день ловим, вечером разбиваем лагерь. Все, надо собирать удочки. Банда понятная у нас, за каждой лодкой прицеплена еще лодка с провизией, с какими-то вещами, повадки, не повадки. Такая погода еще супер жаркая была. И вчера резко похолодало. И мы такие думаем, блин, сейчас на сплаве дожди, холода. Ну, вроде сегодня распогонилось облачно. Вот это прямо чучья погода сегодня, но мы будем ловить головля. Ладно, много уже. Бала-болю. Все, пора приступать. Егор, тем более, удочку почти свою собрал, да, пацаны? Все собрали удочки? Тогда наш сплав объявляется открытым! Давайте, ура! Погнали! Рыбачим, ловим, следите за событиями. А мне вот что нравится в моей джерси, что я с этим, с капюшоном. И очень хорошо мне шею, при этом, закрывает все здесь, шапочку свою, навес. Как раз у меня тенек. Да, как раз у нас двоих тенек, благодаря вот этому вееру над головой. Все. Я поставил тейл-спиннер. Мне он симпатизирует, я на него ничего не ловил, но знаю, что очень уловистая и максимально универсальная приманка, что ей можно вообще всеми видами проводки и равномеркой, и стоп-н-го, и как джиговые, воборот, пауза. То есть вообще, блин, максимально универсальные и уловистые приманки. Пацаны, плыву вот целый ряд нас паровозиком почти идем. На замыкающие в нашем паровозике. Глядя Андрей самый первый идет. Но я думаю, сейчас течение будет вот так нас нести. Мы будем менять, кто-то будет впереди, кто-то сзади, кто-то останавливается на перекатах. Поэтому рыбалка должна сегодня. Удастся. Я пока поставил вот такой вот маленький крэнк. Сейчас буду стараться на него все-то поймать. Получаем удовольствие. Братцы, многие из вас ездят на рыбалку на собственном автомобиле. Зимой, летом, в дождь, в снег, в грязь. И чтобы ваше транспортное средство вас никогда не подводило, оно требует периодичной диагностики и устранения выявленных неполадок. Поэтому мы хотим вам порекомендовать фитсервис, где вам сделают бесплатную диагностику. Фитсервис – это самая быстро растущая сеть автосервисов по всей России и Казахстану. Они дают гарантию на все запасные части и работу на один год или 20 тысяч километров. У фитсервис самое современное диагностическое оборудование. Только тут электронная диагностика с фото- и видеофиксацией, с комментариями от эксперта по проблеме автомобиля и отправкой данных на смартфон. Этим летом действует акция для новых клиентов в фитсервис. Проверка автомобиля по 63 параметрам за 0 рублей. В акции участвуют только клиенты программы лояльности. Подключиться можно бесплатно в приложение фитсервис. Сразу после регистрации вы получите 500 приветственных бонусов, которые можно будет сразу же потратить на обслуживание автомобиля. В мобильном приложении фитсервис вы можете записаться в один клик к удобному времени. А еще в приложении находится полная история обслуживания вашего авто. А пока ваш автомобиль проходит диагностику, вы можете с комфортом посидеть в зоне ожидания. Тут можно выпить бесплатно кофе, чай или даже поиграть в приставку. Можно посмотреть фильмы или проследить на экране телевизора за процессом работы. Друзья, не откладывайте вопрос состояния вашего транспортного средства на потом. Записывайтесь в фитсервис на бесплатную диагностику по ссылке в описании. Ну а наш сплав продолжается. А еще ветрено сегодня, достаточно сильно ветрено. Но мы же находимся в низине, и река вот там прям окутана с двух сторон деревьями. Тут видно, что прям макушки вот этих деревьев сверху сильно от ветра колышется, шумят. А мы вот, с кайфом тут, чуть-чуть обдувает. Вот только вот как раз для того, чтобы спасать от жары, обдувает. Прям вообще красота. Серок, ты говоришь, что первый заброс – это к несчастью, да? Я, точнее, если с первого заброса поймал рыбу, это к несчастью, да? Да нет, на самом деле это вряд ли работает, но на самом деле на своем опыте пару раз было такое, что когда с первого заброса словил щуку или окуня, ну потом все, тишина. Поэтому не знаю, как к этому относиться на самом деле, но мне кажется, в большей степени это херня. Мы не верим в приметы, мы сами, мы ломаем, мы ломаем стереотипы с приметами. Мы просто, что бы ни делали, у нас просто не клюет. Не, мы, у нас клюет, мы, может быть, что-то не подлавливаем. Это главное – старание, мне кажется. Конечно, конечно. Короче, мы в том году заказали такую классную вещь, смотрите, вот, под приманки. Мы думали, что это под приманки, но с Серегой решили, что вот эта тема больше под чайный гриб подходит, чем под приманки. Приманки пусть также лежат у нас в наших коробочках, а вот это прям отлично. Вот так, оп, оп, и давайте. Скажете мне, ты что не ловишь-то, а? Давай уже берись пилинг и лови. Я вас послушаюсь, и так и сделаю. Вот, смотрите, дохлая рыба, здоровая, прям сазан как будто. Ну, похоже на сазан. Похоже на сазан. А что же вы сюда выкинули, что ли, так? Охренеть. Вот такие дела произошли. Рыба большая тут есть, а мы ее пришли сюда ловить. Вон там пацаны идут. Вот наша провизия за нами, закрепленная. Вот наш моторчик, который нам будет помогать во всех этих делах. Где-то мы что-то будем встревать, то моторчик нам поможет. Ну что, я беру спиннинг и бросаю. Серег, с вашего позволения. С удовольствием. Так. Беру спиннинг и делаю заброс номер один. Посмотрим, как будет работать тейл-спиннер. Потому что нахваливают его прям. Типа тейл-спиннер. Тейл – это хвост. Блядь, мне покрут. Да? Спиннер – это покрутка. Ой, крутится. Почень, что взять, сейчас не надо. Вот он просто равномерочкой. Работаем. Очень мутная вода. Вот, посмотрите. Сейчас покажу. Вот. Оп, и все, и пропадает приманка. Смутновато. Я, на самом деле, ставлю вертушечку. Понимаю, что вертушку – это всегда, так сказать, беспроигрышный вариант. Любую рыбу можно на нее поймать. Мэпс – серебристую. Троечку ставлю. Она должна что-то нам принести. Конечно, убирать не все окунь или щука, но нам для ухи такая рыба пригодна. Блядь, знаешь, что в сплаве нравится? Вот так вот плывешь. Я люблю вообще реки. Сами по себе, как вообще водный объект. Река – это вообще прикол просто. Вода течет. И ты всегда здесь много разнорыбец. Например, пруды какой-то. Бывают пруды, где только карасик какой-то есть, и все. А здесь открываются новые виды. Какая-то деревня, дачный поселок, не знаю. Мы сейчас будем плыть. Посмотрим, много красивых мест будет открываться. 고양и, и, вон, woop, лс, и Citra, и, и V snoem, и Tabor. А про очень интересно, Вxis и выставкам его задечение. У нас впереди пешеходный мост, одних пацанов мы обогнали, Серегу с Егором, нас просто по течению не несет, потому что ветер в обратку дует, и мы стоим на месте. Нас обратно три километра раздывает. Вон собака пришла. Гоупро убери! Гоупро! Гоупро, это лодка! Что-то уронили. Утопили Гоупро, да? Утопили Гоупро, пацаны наши. Так, проходим аккуратно под мостом. Прям аккуратно. Держи, 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 держи. Четко, я считаю, это идеально. Я считаю, вот это вот. Ай, бля, помеха была, сука! Стой, малыши! Бля, холодно, Егор! Как вы ее найдете? Егор! 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 Может, ну его? Егор, здесь трава! Егор, левее! Да, 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 да! Вот я, помните, жопой поймал головля. Наступил прям первым шагом нахуй сюда. Да? На Гоупро. Ныряй! Егор, ну-ка, посмотри! Калавль, плавать нет? Есть рыба под водой? Мы, короче, Егора гасим вот за все. Но чтобы... Вот он как может защищать? Вот он защитился. Мы сегодня весь вечер за пробу его тарабанили. А сейчас можно похвалить завтра. Да. Егор, ну да, там. По десять забросов домой. С десятого, с кривого заброса, не туда, куда хотел рыба. Егор! Финну пацанам мультитул, если утонет, достанешь. У нас якорь не снимается. Я второй раз. Классный экипаж! Смотри, сейчас у него на якоре сом, он же просто изучил. Классный экипаж! Ничего себе! Трава! Егор, ну как, приключения нормально? Что, пацаны, не едят, что ли, не тащат вас людей? Нет. Ветер, потому что встречный. Айда, зацепитесь. Давай. Есть чем привязать. Держись пока, держись. Что, продолжаем рыбачить? Мне вот сплав нравится, кайфует. Единственное, что не хочется без ухи остаться. Ну а мы не подвластны этой реке. Ну, что поделаешь. Точнее, река не подвластна нам. Если мы сейчас ничего не поймаем. Я хотел вчера такой, думаю. Куплю-ка я какие-нибудь наборы ухи из обрезков всяких ребрышек. Форели, голову, голову форели. Ну, думаю, ладно, мы же поймаем уж на такую толпу. Тем более, Емелинк любит задрипанных щучек ловить. Короче, идем тут, сплавляемся. И, пожалуйста, наши стоят у берега. Мы, Серега, ловим. Пусть стоят. Мы сейчас рыбу поймаем. А то они с чего уху себе хотят есть? Из травы с берега? Нет же, правильно, Серега? Вот так вот. Мы где находимся, смотри, здесь просто. Слушай, это... А почем сдаете? 14. Однушка, здесь просто одну студию. Туда билет надо. Смотри, смотри, здесь можно вдвоем плыть смело. И не тесно, кстати. Мы еще не маленькие с тобой люди, да? С комфортом вообще. Вот вдвоем. Сидишь там вдвоем. Четвером можно плыть. Вот что-то мотор. Вот палка у меня лежит. Мотор помощнее мы поставим, и вот и пошел, пошел. Нет, гладиатор, конечно, вещи делает. Вот этот замочек, видишь, мы потом на ночь застегнем. Ничего не будем убирать. На ночь просто застегнем, и у нас ничего не будет. Тут по факту, знаешь, вот когда в катерах спать остаются, можно по идее, вот прям вот она настолько широкая еще и банка, что можно прямо здесь лечь. Я спал здесь. И здесь вот так мягко весло убрал. Нет, аж спали, в смысле, вот так вот спали. Ну да, 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 вот так лечь. Вот тебе подушка. Да, ну вот. Ну вот. Нормально. Вот так можно. Кимарной, смотри. Четко. Цены, здорово. Егор, ты чё за стриптиз там устроил? Я сохну. По кому? А вы чё там? По рыбалке. А вы чё там тормознули надолго? Место хорошее было? Да. И чё поймали? Лучше место для того, чтобы гопрох повесить. Повесили? Да. Работает? Надолго ли повесили? Ну сейчас куда-нибудь въебётесь в какое-то дерево. Примерно вот такой вот узкий. Нет, там если будет прям мост, Егор, ну проезжий для машин мост. Широко будет, вы прям проедете так, чтобы херачить гопро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Таровозом идём. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну чё, ребятки, у нас бесклёвье пока что. Хорошие перспективные места, подъезжаем. Но, увы, рыбка нам пока что говорит, а пошли-ка вы нафиг. Жарит солнце. Из крайней своей поездки, кто следит за нашими телеграм-каналами, вы видели, что я гонял к друзьям в Турскую область, ну в Москву, и мы ездили в Турскую область на рыбалку. И там я целый день был без очков. Я охренел, просто охренел, мне глаза чуть ли не выжгло от солнца, и тем более отражение от воды. И теперь... Ту-ду-ду-ду-ду. Ту-ду-ду-ду-ду. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Всё. С вами я. Капитан Щукин Судаков. Гид. Рыбак... Рыбакоп. Пацаны, магнитола кому нужна, что ли, нет? Ха-ха-ха-ха. Это твои очки. Да. Магазин купил. Ха-ха-ха-ха. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Вот такая, пацаны, короче, движу-кам. Блин, очки просто сразу. Всё. Траву не видно, траву под водой видно. Траву не видно, траву под водой видно. Или всегда видно. Фу. Пацаны, DVD-диски никому там не нужны. DVD-диски, магнитолы. Видите? Сидервы. Кому-то надо, нет? Георю! Давай мы сейчас вот здесь вот. Где колья вот эти торчат. Там, походу, переправа какая-то была бывшая. Мы сейчас там слепанёмся. Приготовим что-нибудь поесть. Сэндвич, я предполагаю. И на саппорт покатаемся. Встать надо, что-то походить. Ух! Ну что, поляночка. Мы сейчас здесь сделаем небольшой причал. Чуть-чуть перекусим. Попопопаемся. И всё. И пойдём дальше. Прикольный. У нас сегодня путешествие больше, чем рыбалка. Мы смотрим. Едем. Идём по воде. Наслаждаемся видами. Тут вот какие-то металлические столбы. Тут ещё выкопано. Видно, что здесь какая-то переправа. Либо зимняя, либо летняя. Либо паром был. Скорее всего, потому что вот. А другие столбы на том берегу находятся. И это как обычно бывает. Вот так вот. Отпускаешь по течению, паром так туда уходит. Вот нахуй. Сядь нормально. Ну, бля, когда Серёге вот заебись. А? 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 Бля, безумно. Бля, безумно. Бля, безумно. Бля, безумно. Бля, безумно. Ещё и с рыбой, бля. Блэ. Болосатик, безумный, вачка. Не, на Егора они прям, правда, идут. Дэнчик угарный. Не сиденье. Егор, как правильно называется? Не сиденье, а как? Банки. Банки. А это накладка на банки. А вот это вот, разве не банки у нас тут, Егор? А? А это самые настоящие банки. На. Ха-ха-ха. 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 Мы специально чайный гриб переливаем вот в такие банки, чтобы он удобно охлаждался. и там, так, едешь, блюем срочно чайный грибочек. Мы сейчас, короче, Серега, получается, в Чебоксаре, ну, Шерпенецкая область, потом Республика Мордовия, потом Ульяновская область, потом Чувашия, в Чувашию Волгу впадаем, против течения по водохранилищу Чебоксарскому, там заворачиваем в Аку в Нижнем Новгороде, херачим в Аку. Стой. И оттуда, оттуда заворачиваем в Мокшу. И вот и мы в Мокше. Ха-ха-ха. Ну, короче, вот такой план. Можем с Серегой сейчас на Мокш поехать, если зовешь. Так, пацаны, у нас сэндвичей, по-моему, в своих не ел эти сэндвичи. Серега не ел, Тема не ел. В ролике видел, да? Ты не поверишь, я вчера смотрел перед отъездом ролик ваш последний, ты делал сэндвичи, я свиной обошел сэндвичи. Бля, вы обалуете? Честно? Честно? А там глубина какая, Вадим? Глубоко сразу. Глубоко? Он несет по правилам, как глубоко вот стою. А перейти сможешь пешком? Не знаю. Я не пойду. А что? Ну, течение. Вот у меня... С киваку ходи. Скирай. Не буду рисковать, не надо. Что мы делаем? Значит, мы отсюда достаем. У нас есть 2 модели сэндвичи будет. Вот это и вот это. Вот это. Вот это. Я вам могу рассказать, что это такое. Сейчас я вам расскажу, что вообще не растаяло просто. Это вот такой кусок льда. Вот он, на, Егор, держи. Просто кусок льда с собой возим. Дело в том, что мы, когда собирались на сплав, и последние две недели у нас стояла невыносимая жара. Просто невозможно. Я думал, блин, сало, если взять, оно, конечно, может попортить. Наши зрители, кто на нас подписан, постоянные зрители в телеграм-канале, могли бы видеть, как я это делал. Я, короче, сало положил в контейнеры, заморозил дальше, взял воды, еще заморозил. И вот такой кусок льда с собой вез, потому что у нас, говорю еще раз, жара просто неимоверная стояла. И я думаю, а как нам сало-то сохранить, чтобы оно было вкусное такое, холодное. Или вообще испортилось. И вот я придумал, чтобы сделать вот так вот. Но у нас сейчас не так жарко, поэтому в холодильнике ничего не будет. А где ты рассказывал про этот лайфхак? В Телеграме. Я говорю, в Телеграм подписывайтесь. И там сразу в кружочке вот я рассказывал. Ссылка в описании на наш Телеграм-канал. Подписывайся еще также на наши ВК. Там у нас классные фотографии, там у нас классные текстовые посты. И подписывайся на наш запретграм. Вот там рилсы, там приколы, там чик-чарик. И сюда на YouTube обязательно тоже здесь вообще полный обзор нашей всей рыбалки. Давай, окей. Пусок льда, повезем дальше. Сейчас нам понадобится вот эта вот штуковина. Нам понадобится вот эта вот штуковина. Нам понадобится ветчина. И сливочное маслицо. И сало. Просто, ты вот попробуй, как этот холодильник работает. Вот сливочное масло. Здесь все, вот ну лед, то есть у нас вот сохранился. Это вообще классно. Так, наши зрители уже все прекрасно знают. Что тут у нас происходит с этими сэндвичами? Здесь мы просто вот так вот. Ой. Здесь очень красиво. Вообще вкусно. Все. Пошел процесс. Мы, короче, взяли с собой сабборд. Вот. Здесь течение сильное, но мы вот думаем здесь все-таки вот. Попробуйте. Ооо, так скоро поем я уже. Ну, кстати говоря, первые обычно можно напополам разделить. Вот так треугольничком, как типа сэндвич. Он, знаешь, складывает в магазинах такой вот треугольничек. Можно, да. Вот у нас сейчас сплав на лодках, а у кого-то съест на мотоблоках. Вот. Просто. Пока это готовится, можно следующую складывать. Иди отсюда. Летун ебучий. Это Валера. Не обижай его. Там готов, кстати. Снимаем. На, Егор, это вот так положи. Теперь соус, все, трикни. Пожалуйста. Теперь это сырочек давай. Егор, это не готовит. И сосисочку надо там найти. И маленькую тоже. Все. Убери хлеб вот этот. На, подержись. Давай, на. Теперь вот эту мы просто берем вот так. Она немного скатилась у нас. Вот так вот, да. И... Закрываем. И ставим туда, да? Конечно. А у нас тут, смотрите, что. Вот так вот открывается, да? Ножичком. Где нож? Слышно? Как вкусно. Сейчас мы расслабим. Это масло, масло, Егор. Не переживай, это масло. Не будет пожара, не бойся. Все, ладно. Переживай. Леса. За медведь. За медведь. За медведь. Подержи-ка ячмень. На, держи. Все. Из ролика прям сразу в рот, да? Да. Оооооо, я? А, а. Нет слов, одни эмоции, но это правда, это очень вкусно. Мне кажется, это самое то, да? Берем? Подождем чуть-чуть, подождем, но есть хочется капец. Я сказал, что мы с Вадимом такие сосиски делали, уже пробовали, но мы не делали вот с такими колбасками. Мы вчера специальные колбаски, вот эти фермерские купили, они обалденные на вкус. Мне кажется, с ними будет вообще не то что сосиски в честь, а что-то какой-то универсальный хот-дог. Если потом делать сразу, вот сосиски есть, просто Егор если ел, а это положил после изделия, можно делать. Ой, сыр какой-то, все, давай эту штуку. С этими сосисками реально хорошо, но я все время не пробовал, но это вкусно. Короче, купили себе сабборд, вот так, Магнум Про, вот эту вот, взяли от этой фирмы, попробовать, я вообще ни разу не катался, пацаны, кто-то катался. Ну что, Вадим, ты ездил сабборд? Никогда в жизни. Ну, мы будем первым открывателем, сундук точно ездил, он нам это рассказывал. Короче, взяли сабборд, выдержали 200 килограмм вес, вот этот сабборд. Вдвоем будем. Вдвоем, да. Короче, что, здесь не тонущая весла у нас в наборе, насос, сейчас мы им накачаем быстренько. Опа. Длиной, короче, три с половиной метра. Давай весла, весла уху пока соединю. Да. Я так понимаю, здесь только один ход надувать, не как у лодки. Несучка, правильно? Да конечно. Все, мы один. Конечно, е-мая. Оп, и пошел. Ну-ка. Кстати, насос прикольный, смотри. Со спидометром. Сабборд – это всегда спорт стопроцентный. Я еще на него не вышел, на этот сабборд, но я уже… Что ты, Егор, не качнул еще? Нет, качаю потихонечку. Подержи-ка, дай-ка попробуем. В охоточку. Может кто-нибудь другой, друг, качай сюда. Хорошо. Вот сплав, я считаю, вообще кайф, да? Обалденно. Подставали, в спиннинге покидали, ничего не поймали. Подолгнула. Теперь все, вот. Сейчас на сабе еще покатаемся. Да, поели, поели. Сейчас на сабочке. Слушай, а, кстати, можно в натуре будет к лодке привязать, и вот просто кто-нибудь здесь вот идет. В натуре, да, это в натуре. У нас еще входит киль, который, я так понимаю, будет помогать. Давай. А, о, и вот так вот. Защелкиваешь, да? Нормально. А там есть к ноге привязывать, я сейчас просто укладываюсь. У нас еще в комплекте идет ремкомплект, рюкзак, в котором он, и страховочный трос, сундук. Ну, короче, прикольная штука, сейчас тоже все попробуем, поплаваем. Мы оставим ссылку в описании под этим видео, где вы можете приобрести вот этот саб. Тем более сейчас у этого магазина скидки на озоне. Заходите, покупайте по приятной цене. Вот, и мы пробуем, катаемся с кайфом. Тем более в сплав вообще штука крутая. Да в целом это такая сейчас модная тема. Все катаются на этих сабордах. Вот мы решили тоже приобрести. И тем более вот советую вам то, чем мы сами пользуемся. Прикольная штука. Давай, тоже попробуем. Ну не хотел мочиться, хотел встать на нее. Здесь надо... Смешная штука саборда. Да. Сядь вот это на колени, вот так. Туда, на коленке. Можешь так? А можешь наказать. Тихо-тихо-тихо-тихо. Да нет, сиди вообще хуйня вот так. Можешь так, можешь на жопу сесть. Сиди, кстати, нормально, вот стоит тяжело. Тебе надо поближе к середине сесть. Короче, я предлагаю сейчас резко уплыть отсюда на лодках. Егор пусть нас за нами не плывет, догоняет. Но он, кстати, вот весельную и догонит. А быстро, быстро тема надо... А что там сопротивления с водой практически нет? Попробуй встать. Попробуй встать. Поближе встать. Да там нет глубины, я сейчас сходил уже. Ну что, готов кувыркушкать? Стой! Да нет, я пиздану сейчас. Давай вдвоем теперь. Ну, встань, Егор. Епань! Такой шустрый! Сейчас, думал, встану быстренько, да? Снимаем якоря. Егор, рыб поймать надо. А то мы чего ужинать-то будем? Ну просто суп. Просто чего? Просто картошку в воде вареной. Парочку надо, надо парочку поймать, пацаны. Поперекусили, погорцевали, поугарали. Надо две рыбки, хотя бы небольшие, чтобы от супа у нас пахло ухой. Что, отправляемся дальше? Дальше. Прибыль на новую точку. Здесь интересное бревно. Дерево затопленное. И прямо за ним, на мелководье на перекате, видно, как рыбам ушку хватает. Вот. А тут припадут. Нам кажется, что это галапель. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Никогда в жизни не ловил головля. Ну, вот я уже по прошлой рыбалке это сказал, что я не ловил, попался жирляшок-то на вертушку. Вот. Я вот по головлю, ну, понятно, что там, типа, ну, любители рыбаловы, но с щукой там более-менее все понятно. Вот. Но по головлю чисто теорию знаю. Я, по головлю, теоретик сейчас пока что. На практике нужен опыт, нужно половить его. Я говорю, бы осторожно, я ловлю вот такую штуку желто-розовую, ой, салатого-розового, не знаю. Подписчики, кто ходит, головчиков ловит, скажите, что, реманка такая, цвет кайфовый, не кайфовый, или более естественный надо, что на крупном так ловить. А вот все, что, мельче, что мы будем? Объявим полтора раза. Надо чуть-чуть якорь приподнимать. Все, кидай якорь. Покрышки были? Нет. А у вас? Одна была прям сразу. Попадение, но не попало. И все, и тишина. ПОДПИСЫВАЮТСЯ 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 Че, причали на берег? Вот столько у нас рыб, ухи не будет сегодня, поэтому будем есть шашлык. Хорошо, что мы взяли с собой шашлык. Ну не поймали, ну бывает так, ну вообще, вот у меня лично одна поклевка, которая мимо с Настей ударила, все, больше ничего. У меня было пять поклевок, причем пятая была, когда мы с тобой болтали по телефону. Да, я как раз ты позвонил, а я забрасывал, ну я дужку открыл, метров на пятьдесят уплыл у меня по течению воблера, дужку закрыл и давай с тобой ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, кончик тр-р-р-р-р, ну как у ебета, как подпрыгнет, я как раз тебе говорю, бля, клюет, ну мимо. Ну блин, ну да, вот так вот, без рыбы мы, короче, сегодня вечером. Я раз как-то здесь вот плавал, меня жена привозила тоже к мосту и до Лунинского моста, блядь, на каждом забросе, ну вот все, головлины и вот места, вот коряжки, ну вот все. Ну да, да, да. И вот под любую кидаешь, шлеп, торчит, шлеп, торчит, больше ста штук поймалось. Блин, ну не знаю, да, что-то вообще прям. И места перспективных очень много, вот эти коряжки туда-сюда, блин, ну ничего вообще нет. Вот такая лично, лично на моих глазах одна поклевка, которая мимо моей прям прям прям. Пальцев себе не хватит, сколько сейчас я уважительных причин скажу. Начинает с ретрозрадного Меркурия, потом давление в пределах нормы. Так. А может и нет. Что там опять? Перемена погоды, ветер северный. Это уже песня. Июнь на рыбалку плюнь, вот. Июнь на рыбалку плюнь? Да. А почему? Поговорок такой, я в душе не буду. Что, в июне не клюет, типа, да? Ну клюет, но не у нас. Да не, июнь после нереста болеет. Например, завтра все может измениться. Сегодня весь день простоял хороший и завтра хороший. Завтра может его включить. Если есть что включать, конечно. Начали лагеречек разбивать. Вон вещи выгружаются у нас. Мы с Тёмой решили поплыть на тот берег, посмотреть, поискать камни какие-нибудь. Вообще, что-то где-то найти камни. Мы хотели сделать полевую баню и такие думаем, ну, какие-то уж камни на берегу будут, чтобы с собой в лод камни не возить. Это, конечно, перебор был бы, наверное, если мы камни с собой бы еще... И так много вещей еще камни бы взяли. Прям чуть-чуть камушков бы найти, мы бы их на печке нагрели и сделали бы баньку такую полевую. Прикольно было бы. Вот хотелось бы сделать. Без камней, я думаю, пару особо-то у нас не получится поддать. Прошли по бережочку и какие-то вот каменистые нашли места. Ну-ка. Ну, это понятно, что это такой камень, типа глина прессованная. Но я думаю, оно нагреется, нормально будет. Да? Мы их нагреем, нормально накалим. Они еще просохнут еще, накалятся. Они по-любому сейчас водой напитаны. Но пока мы костер разожжем, будут гореть. Во! Мокрые они. Конечно, надо будет, чтобы они просохли у нас хорошо. Это лучше, чем, да, ничего. Банька-то, значит, у нас состоится. Ну, что-то, по камням. Тут он кирпич даже нарисовался. О! Держи. Ну, вот этот вот. Сейчас возьмем, как нагреем. Как даст нам парковый. Повернулись к каменоломне. Слави, блядь! Так, надо нам срочно печку зарядить, чтобы у нас все получилось до заката. На самом деле, взяли мы с собой немножечко дров. Переживали, что будет дождь. Сейчас у нас такая погода. Сначала хотя бы сухим дровом костер разжечь, а потом уже поддерживать костер. Сейчас вот, собственно, какие-то взяли, не знаю, садовые деревья, рябины, еще что-то продали. Но они, конечно, достаточно сухие, гореть должны. Там, как вы уже заметили, все готовится к бане. Надеюсь, у нас все получится. А здесь, соответственно, кострища. Мы же должны сегодня что-то наконец-таки покушать вкусное. Я раскопал вот этой замечательной лопатой ямку. Соответственно, это все безопасно получается, надеюсь. Будем сегодня здесь готовить. А что будем готовить, вы узнаете чуть позже. Самые рукастые люди в лагере помечаются всегда по вот такой вот штуке. А именно по пластырю. Дэн, а сделаешь банный веник? С меня веник. Да, если не его, хорошо. Веник хороший, банный. Если нет, то я не вернусь просто. Не перепутай. Дай банный. Банный. Не ебанный. Какой-то не очень приятный дождячок нас одолевает. Закидываем угольки. Уголек сейчас на нашем костре на этом схватится и, соответственно, подготовится к тому, чтобы жарить наш шашлык. Пацан сказал, пацан сделал. Как минимум на два венчика плачет. Дуба не нашел, извините. Мы маринуем лук, короче. Лук маринуется по-простому. Мы его нарезаем колечками вот так. Полукольцами, точнее. Закидываем уксус туда. И все. Больше ничего не надо. Очень просто, ребята. Можно сахар, да. Типа выровнять. Я не понимаю. Можно и не добавлять. Пацаны! Ну что думаете, у нас банька получится? Какая-никакая получится. Давай для проверочки. Вот так вот. Сейчас я. Первый глоток я. Это там хуёвый. Большой камень хуёвый. А вот этот... Не, пар будет, пацаны. А, ну мы еще же на печку можем лить. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой у нас шашлык. Надо паню дать сделать. Мы просто обжигались уже по плоту разок. Взяли что-то мало пленки у нас одной стенки. Не сказать, что не было, но расстояния было не хватило. Я думаю, блин, это так не годится. Пойдемте, поможете. Успехи. Во-первых, бревна, на которых стоят шампура, не горят. Это очень хорошо. Шашлык наш замороженный, который начинает отмораживаться или размораживаться и, соответственно, принимает такую корку уже шашлычную. Ой. Это что вообще за история у нас? Так, стой. Вот здесь тормози. Печка у нас пусть на углу будет не по центру, чтобы мы стояли. Двигай, двигай, двигай. Туда, туда, туда. Еще, еще, еще. Вот так вот, да. Кто пойдет в баню? А потом нет, там один заход. Ты думаешь, там что у нас, супер-печка, что ли? Идем-пойдем. Где венчик твой хваленый? Да? Давай. Опа. Заходим. О, нормально уже. Не, это пахнет даже бантик. Давай, поддаем парку. О, шипит. Ух, тут прям нормально, пацаны, жарко. Да? А тут не видно, что пар тут? Нормально. О-о-о, нормально. Надо раздуть сейчас еще. О-о-о, нормально. Э, здорово. Это люди, у которых всегда клюят. Вообще нормальную баньку сообразили здесь. Что-то никто решил, никто не решился пойти. Мы с Вадимом здесь прям устроили жар. И вот мы пару лет назад, даже три года назад на сплав гоняли. То же самое решили соорудить. И, блин, тогда гораздо хуже получилось у нас. Ну, мы потому что учли многие ошибки. И сейчас вот прям здесь у нас... Конечно, нет лежака. И не прям здесь все кипит. Ну, вот воздух. Вот так вот можно гонять. О-о-о. Что, Вадим, тебя попарить? Давай. Давай, опа. Все, мне кажется, жар уже утихает. Не, нормально еще, он и порыдет. Смотри, он на камне, да. Не знаю, видно, не видно на камере. Еще идет, идет постоянно. О-о-о-о. Смотри, мокрый. Нормально. У-у-у-у-у-у-у. Вот здесь как полого. О-о-о. 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 Россия. О-о-о. О-о-о. Вот эту баньку мы сообразили, вот эту, да, Вадим. Давай, красава, братуха. Вот так вот. Ну, круто, правда, получилось. Круто. Ну, ты скупался, и достаточно, достаточно тепло. Сейчас чувствую себя прям нормально на улице. Мы прям там пару жара устроили. Сейчас надо выскнуть, покушаем шашлычочек, выпьем чайный гриб, посидим у костра, побеседуем, наконец-то отдохнем. Ой, много чего-то. И баню, и что-то надо было быстро и рыбачить с этими лодками. Много мороки. Загрузились, не загрузились. Прям трудовой такой поход у нас получился, честно. Блин, я... Вот хоть и говорят отдых на природе, но вот отдых на природе, он подразумевает вот так вот надо, чтобы прийти потрудиться. Чем больше вот этих всех вещей делаешь здесь, как-то прикольнее время проходит. Круто все проходит. Посмотрите, у нас лагеречек какой красивый. Шатер разложили. Сейчас в случае дождя туда можно спрятаться или в баню. В баньку может заныкаться. Ох, красота. Сейчас обсохну, переоденусь. И можно будет, наверное. Шашлык готов, пацаны? Есть партия, да. Видишь, видишь. Я думаю, углей прям пасть под вторую. У-у-у, после баньки шашлычок. Какой вкусный. Да? Как грузинский маринад. Что, мы все, шашлык доделали на одних углях. Две партии сделали. Все, сейчас салатик быстренько нафаршируем и все это поедим. Посидим у костра, наверное, если мы костер все-таки сделаем и после этих углей. А нет, там же у нас есть какие-то щепки. Сейчас мы на них сделаем. Вот. И все. И посидим душевника на берегу реки Сура. Отдохнем, ну а потом все увидите. Вторую партию мясца добиваем. Мы, короче, не поймали сегодня ни одной рыбы. Но на нас не гоните. С нами был профессионал дядя Андрей. Он тоже не поймал. Значит, это не у нас дело. У меня не клюет сегодня. Ну, у меня были покрытики. Были покрытики. У меня тоже одна была. Ну все. У меня 40. Нет, Шватима. Тоже не наеба. Не люди, которые врут, да? Вот. И мы такие, ой, не поймали, ухи не будет. Вон, шашлычка. Две партии ребра вкуснейших. Еще, ладно, из этих ребер уху не приготовили. Вот именно. Была бы уже не уха, а просто суп. Суп, да. Сурпа. Сурпа. Пацаны. Давай. Чтобы скрасить ваш ужин. Специально. От моей течи. Из Мордовии. Вельны там мятики. Там мятики, да? Там мятики. Я думаю то, что вам очень должно понравиться. Это, это, это капец как вкусно. Реально. Да, да. Прям пробуйте, берите хлебушек. Я из Виолиона только леща пока ел. Я думаю, что тебе лещ больше не вспомнил. Да, после этого? Угу. Это должно быть очень. Идеальные томатики, да? Да. О, кстати, ты правильно делаешь. Прям макай. Вот туда, да? Да. Это панджакай. Давай, давай. Ну, типа, да. Панджакай хоть хлеб макай. Панджакай? Ммм. Нет. Реально. Остренькие еще, да? Ну, не сильно. Терпкие, терпкие какие-то. Там чеснок просто. Ммм. Классно. Это очень разные. Башки. Наливайте. Хорошие. Вода прям здорово. Да. Хорошие. Для меня, блюдо-загадка, это требуха. Скажи, что такое? Это требуху? Требуха. Требуха. Ну, человек, всякую няшую органах. Опа. Это что-то легкие какие-то? Легкие. У тебя кто-то запрещен? Запрещен, пожалуй. Это ко-кола. Это супер добрый. Это ко-кола. Это без сахара. Сверх добрый, я думаю. Мне кажется, без сахара светлая какая. Очень добрый, да? Что, давайте за сплав. Небать, Дэн, пастух налил. Давай за них, давай за сплав. Давайте. Сплав. It's my love. Завтра пообщаемся. It's my life. 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 Это мой слава. Это моя жизнь. Это мой слава. Можешь к своей подступиться. А там даже не слышно. И вот ты головля ни разу жизни не ловил. Руками только. И жопой. И жопой, кстати. Мне кажется, это прямо в резюме надо. Но, ну, головля руками жопой. И вот человек ни разу жизни не поймал. Егор, что-то он головля жопой. Главля с жопой. Гоупро сегодня с первого раза, бля, достал я хуйное. Так, чё? За сплав шарахнули. Время уже 11 вечера. Чё-то уставшие сегодня. Завтра ещё, на самом деле, обсудили, что нам предстоит это всё собрать утром. Погрузить снова в лодки. И дальше отправиться. И после этого разгрузить всё. Собрать лодки. Спустить. Ну, спустить, собрать. Погрузить опять в газель. И домой. Времени этого уйдёт очень много времени. Но, сами выбрали такое времяпровождение. Оно прикольно. Сплав прикольно тем, что ты вот... Катай. Вот так плывёшь, плывёшь. За каждым поворотиком новые виды, новые красоты нашей природы матушки. Выматывает, выматывает. Вот что хочу сказать. Уже уставшие все смотрю. Даже у костра уже неохота сидеть, да? Да мы пока здесь всё собрали. За дровами куда-то ходили. У костра уже вот так. Дэн за вениками в Эрпелёво Нижегородской области ходил. Много чего сделали на берегу. Хотя высадились часов в 5-6. Но много чего сделали абсолютно. Всё, устали. Думаю, достаточно. Все подкрепились. Самое время пойти спать. И завтра отправляться дальше. Сплавляться по реке Сураб. Чё? Спокойной ночи. Всем. Всем добрых снов. Давайте. Ну чё? Город спит. Рыбалка просыпается. Умывается. Умывается. Вещи собирается. Лодка на воду опускается. Рыбалка начинается. О чём, мужики, я хочу сказать. Ветер-то попутный у нас сегодня. Сейчас нас понесёт. Вот. А пока утро. Надо лагерь весь собрать. Надо еды приготовить. Костёр развести. И всё тому подобное. Чё? Летс гоу. Надо сначала умыться, да? Чё-то прям все эти. Вот. Мы с четырёх тут мониторим. Проверяем. Знаешь, как, блин, прыгал, нахрен. То ли жерех, то ли щука. Прыгал, прыгал. Рыба есть, на самом деле. Речка живая. А я сейчас ходил там покидать волки, нахрен. Прям под ногами. Глубина сантиметров тридцать. Такой сазанчик. Подкилышек. Да? Прям по мельчку. Гарпуна не было вот такой? Не был гарпуна. Всем доброе утро. Я где? Это Россия. Подсказывай мне с палаты человека. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, замечательно. Ух, конечно. О! 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 Блядь, я с кем? Ты кто? Вадим вчера смеялся. Это у нас просто макароны с тушенкой на завтрак. Ну, куда деваться? Ну, если кому-то щепка попадется в блюде, ничего страшного, просто выплюнет. Так, нас восемь голов, да? Тогда два пачка. Ну, я думаю, надо три пачки, да? Если что, останется на лисичке снизу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, сразу посолим. Ну, что, мягчая не хватало. Нормально. Эх, зря посолил. Тушенка же соленая. Ну, ладно, мы все равно чуть-чуть промоем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что, тушенку туда давай валять будет? Что там, Егор? Опа! И туда, и... Опа! Вот этот жирочек, вкуснотища будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все-таки оно будет, да? Вроде ничего согнуло, да? Да нормально. Запах и вкус тушенки будет, а больше и не надо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наши блюда готовы. Пока вот здесь оставим его на песочке. Сейчас мы все здесь приготовим, накроем, и будет кайф. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, у нас вообще в лагере по полной уже бурлит вся деятельность. Пойдем будить свояка. Дэнчик. 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 Где ты у нас? А ты где вход? Мы не там подошли. У нас вход с другой стороны. Ну и здесь можно. Тут тоже можно. О! Опа! Добро пожаловать, Егор. Доброе утро. Дэнчик. Там я в гости. Ну, рассказывай, на чем спал. У меня уютно-то, да? Да. Смотри, прикольненько. Вот этот матрас тоже самонадувающийся. У тебя вообще он только с подушкой. А у меня же вообще... У тебя, кстати, самый козырный у тебя с подушкой на туре. У меня же вообще он нульцевый. Он тебе прям новый, да? Да, первый раз опробовал. Очень круто. У меня спалось. Кайф. Он очень удобный. Ты поэтому и проснулся позже всех, да? Да, потому что я спал. Не потому что чайном грибе вчера. Потому что я прям спал, спал. На природе, да такой... Слушай, он реально прикольный. Кроватский. Вплошный прям. Да, и спальник. Очень крутой, да. Он прикольный. Вот у меня, которые были спальники, они, знаешь, все вот такие вот лощеные какие-то. Как одеялочка, да, внутри. Дома как будто. Уютненько. Слушай, вообще приятно прям кожа, да? Угу. Короче, у тебя и спальник, и самонадувающий матрас Гелиос, да? Да. Нормальная тема. Мы вообще поняли, что самонадувающий матрас – это тема просто вот такая вот. Реально. Мы как в том году взяли, и вот в этом году еще у Денечка появился. Да. Короче, эта тема крутая для кемпинга, просто прям всем советуем обязательно. Ну и спальники, конечно, сто процентов. Ладно, Денечка, погнали, там дело немерено. Да. Все, вот и все. Паню разобрали. Вчера зря никто не пошел, мы с Вадима вдвоем кайфанули. Сейчас эту пленку будем сжигать, чтобы ничего не оставлять и с собой много не везти. Сожжем все, ничего за собой не оставим. В пламе большой сейчас будет. Вот нет. Сейчас хорошо, ветер попутный, мы сколько-то проплывем. Если мы время девять, хотя бы сейчас выйти на воду пол одиннадцатого. Пол одиннадцатого. Ну нормально сейчас пульнем. Тут большой участок сейчас будет. Прямой просто. На северо-восток. А ветер северо-западный. Собираться, блядь. Он не будет мешаться. Он не будет мешать и нас прям прям по прямой будет тащить. Мы сейчас за камнями плыли. Там он сейчас за углом просто прямая будет. Да, 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 да. А, ну потом до Лунина будет поворот такой, но... Потом там можно на моторе будет проскочить. Вот этот, когда лобовой ветер будет. И побросаем чуть-чуть. Я думаю, сейчас что-то поймаем. Конечно, сегодня поймаем. Нам муху не надо, мы поймаем. Да. Нам все равно одну мы не поймали. Давайте свои тарелочки. Сейчас будем вам каждому по шлепку макарон. Давайте. Ой, ну и выглядит как аппетитно, да? Ага, как макарон с тушенкой, да? Ну, спасибо. Надо тушенку вот такую сделать. Ленимся, а своя-то вкуснее гораздо будет. Вадим. Ну, спасибо. Тоже шлепка, будьте добры. Да, вот это да. У-у-у, с мясцом. Да побольше не стесняйся на сценарий. Думаешь, не хватит? Это вода. Просто, чтобы на него... Давай. Вот так, Кенский. Хороший. Всем приятный аппетит. Ммм. На завтрак самое то. Очень вкусно. Да, потому что... Мы сто раз это все говорим в каждый выпуск. На природе не может быть невкусно. Тем более, макароны с тушенкой нельзя испортить. Можно макароны переварить, но у нас получились такие, что... Самая лучшая консистенция сейчас у них. Все, давайте едим, дособираем вещи и отправляемся в путь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас здесь чистота за нами. Теперь погружаемся в лодки и отправляемся дальше плыть по реке. Ура! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Плывем с удовольствием дальше. Вот так вот на моторе преодолеваем неперспективные участки. Останавливаемся на перспективных и, собственно, там тоже ничего не ловим. Вот. Наш сплав продолжается. День номер два. Отлично провели время в лагере. Вкусно поели. Все вы увидите. В основном ролики на Ютубе, думаю, недели через две. А сейчас пока наблюдайте за нами в Телеграме. Всем спасибо, всем пока. Время пол-одиннадцатого. Мы уже выспались. Поесть приготовили. Поели. Лагерь собрали. Лагерь собрали. И теперь мы идем в сторону населенного пункта Лунина. Я думаю, мы будем идти часа два-три. И все. Будем вызывать машинку. Будем собираться. И отправляться по дороге. Будем ловить. Пытаться ловить рыбу. Не как вчера, а, наверное, уже что-нибудь поймаем. Потому что нам уха же не нужна. Это когда уха нужна, никогда не ловится. А когда вот уже просто можно отпускать, пожалуйста, сейчас будет раздача. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, короче, на лодке нравится проходить какие-то места. Много, чтобы плыть. По течению медленно, конечно. Но если мы возьмем мотор, еще канистру запасную, можно вот так вот за день епать сколько пройти. Просто взять вот так мотор и идти, идти, идти куда-нибудь. Какое-то прикольное место. Не знаю, лавочка либо еще что-то. Кто-то какую-то, может, святыню себе сделал. И внизу необычная штука какая-то. Треугольничек сделал. Непонятно для чего. Подписчики, если знаете, напишите, что это вообще может быть такое. Но прикольно плывешь. Так вот открываются новые виды всякие. И здесь на берегу вот видно сад. Здесь деревня была. Значит, раньше старинную деревню была. Либо просто какой-то сад посажен. Необязательно деревня. Может быть, для культурных растений сад сделали для того, чтобы в производство пускать яблоки, еще что-то. В Советском Союзе часто это было, типа, огромные сады. У нас в наших родах яблони, там, грубо говоря, южные абрикосы, еще что-то. Проплываешь, попадаются места старых деревень и какие-то старые домики. Плюс еще необычные вот сооружения, конструкции, какая-то лавочка, либо еще что-то непонятно. Интересно, проплываешь через какую-то историю? Да, там Андрей рыбачит. Ну что, есть рыбка? В коряге одни есть. А прям вот так, да, Дэн, свяжи, близко. Прям это, пускай далеко не болтается, прям близко свяжи и все. Вот мотора же нет. Тормози я чуть-чуть. А? Ну как ты себя... Ты же не на машине, как я тебе тормозну? Смеяться или что? Не убился? Тормози, говорит, а как я тормозну, я же не на машине. Вадим, кинь якорь, мы сейчас впустим просто. Че, давай сохнуть тебе. Я подгазовываю по чуть-чуть. У нас из-за того, что там три лодки, она неуправляемая. И ты на малом ходу не повернешь газу, дашь, вот так крутанул ее. Я даю газу, а Дэн лодку тут привязывает. Но я каждый раз подгазовываю, смотрю, все нормально, смотрю, все нормально. Вон орет, тормози! А я типа, ну газ убрал, а ты же как на машине, вот так колом не ебнешься и сразу тащит. Перепугался, свояк? Ну там не глубоко, да? Чуть-чуть паники. Как, нахуй, не глубоко? Не, ну ты на ноги не встал, что ли? Нет. Нет? У него лицо было как раз таки испуганное очень. Я прям сидел так смотрю. Да конечно, неожиданно. У меня билет в первом ряду был. Бля, ну кого у Гарния история теперь, блядь? У пацанов с GoPro или уехали? Ну сушиться теперь надо, че? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пришли на место наконец-таки половить. Сделаю первый сегодняшний заброс. Tailspinner вчерашний стоит у фиолетового цвета. Попробуем забросить. Вот тебе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вижу пацаны встали возле травы. Тактика Сергея Васина. Щука у травы. Как он всегда ловит на мокшику. Мокшанская тактика. Зарисовка, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще хорошо они стали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По какой стороне, Вадим, пройдем? Давай. Я говорю по левой, ты по правой. Быстрее. По левой. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эх ты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я говорю по правой. Вообще не слушать меня. По щиколку. Что, можно половить? А что здесь половишь? Это лавочка? Ага. Видите. Нет тут его? Нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы сели на мель. Мы сели на мель. Вадим, не мог бы меня в камень-ножице выиграть? Ну, по той стороне послыли бы. Подвелку вот эту. Это что такое? Видите? Видите? Это за ручкой зацепилось скорее. Золотая флота. Сейчас, дождей. Надо обряд провести на рыбалку. Рыба, клюй, головки, дучка. Эй, окунь, не шерех. Давай, не сломался. Пацаны. Давай, догоняй нас, Пашка. Передавай, Вадим в камеру. Беги быстрее. Нормально, без паники. Здесь по колену, да. Пацаны, вы что? Иди сюда. А через реченьку мосток, из березовых досок, на пригорочке беседочка. Мне пустых не надо слов, обещаний про любовь, а куда течет река, ох, неведомо. В чем прикол? Просто берешь сеть, ставишь ее. Уходишь. Приходишь, есть рыба. Ну, просто жрать так охотно, что люди мельчат. Ну, жрать нам продают. Ну, просто, ну, честно, кончено. Ну, короче, мы сейчас будем делать грязь, прикасаться к этим ублюдским сетям и посмотрим, что там есть. Так, короче, смотрите, что у нас тут. Вот такая вот сеть. Где, ну-ка? О, вот что нашли. Вот такие вот уроды ставят здесь. Кончено, люди просто. Старая, да, сеть? Слушай, да непонятно, но видишь, что она вся вон в тени вылетит. Ну, все, сейчас тогда мы подойдем к ней, заикаримся и будем снимать эту злостную сеть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, вот так вот намотали. Вот внизу. Так намотали вон. Пустая сеть. Но мы ее сейчас... Зря потраченное время человеку, который это делал. Хорошо, что ничего не попалось в эту сеть. Ни одна рыба не пострадала. И спокойненько живет себе в этой реке. Хотя, по нашему мнению, рыбы здесь вообще нет. Потому что мы ее не поймали. В том числе из-за того, что такие вот гондоны, с другого слова, у меня, к сожалению, не подбирается. Ну, а так и надо говорить, как есть. Ну да, мы ее где-нибудь выкинем. Сейчас пока это... Ну, где-нибудь не здесь, мне кажется, потому что это... Половодень, половодень, потом выкинем. Говорю, дойдем до конца и выкинем. Ага. На берегу выкинем. Был у нас момент, когда мы шли на моторах и в такую сеть попали. Нас винт намотал в сеть эту всю на винт. Вот. Ну и, короче... Да, тогда мы просто долго-долго доставали, отматывали все, отрезали, сжигали потом эту сеть. С этой поступкой точно так же. Я говорю, хорошо, что эта сеть никому не навредила. Мы ее убрали. Мы против сетей, ребят. Мы за честный лов рыбы. Да, Серег? Да. Все. Все. Мы прем дальше, к пацанам уже. Полянка здесь, конечно, вообще замечательная. Вот тут, если бы и вчера бы остановились, то, конечно, слишком много пришлось бы пройти. Но тут так же песочек, там вообще заезд хороший. Можно было в тенечке под деревьями палатки разложить. И самое главное, можно было шашлык наш не размораживать, потому что тут вот все есть под рукой. Что? Шукша. Здесь вот издалека церкушка была видна. Сейчас ее не видно, но я думаю, потому что мы сейчас плывем так вот под обрывом, и с другого места будет видно. Это деревня Шукша. Здесь вот чуть ранее впадала речка, небольшая Шукша. Прикольно. Вот на обрыве, прямо на обрыве находится деревня. Очень старая. Видно, что старая. Во-первых, понятно, это по... А вон, вон церковь, вон она. Это понятно. Всегда на окраине деревень стояла раньше церковь. Вот она видно, что на отшибе немного дореволюционная каменная церковь, уже без купола. Скорее всего, она не действующая. Это когда церкви сносили в Советском Союзе, вот осталась. Ну прикольно. У нас в Пензской области здесь очень много деревень. Я просто родом с Мордовии и обращал внимание, что здесь в Пензе очень вот это была развитая постройка церквей. Потому что в каждой деревне, куда ни приезжаешь, есть либо отреставрированная церковь, либо старая. Вот такая вот осталась просто корпус, так сказать. Это все равно прикольно. Это история. И знаю то, что в Советском Союзе даже клубы делали. Вот у меня есть деревня. В Мордовии с врачами в церкви просто клуб сделали, чтобы здание не пустовало. А здесь вот прям на обрыве находится деревня. Вот такой поворот реки идет, обрывчики. Вот смотрите, какие виды деревня. Церковь какая красивая. Какая красивая церковь. И большая была церковь. Классно. Вот наверное впадает река Шукша. Это значит там деревня Шукша. И вот в деревню Шукша впадает река Шукша. Вот мы сейчас находимся на слиянии. Представляете, какое прикольное место вообще. Место расположения по географии для деревни. Просто находится на высоте, на обрыве, на слиянии двух рек. Это всегда ценилось. Это вот прям очень удачное выбранное место. Раньше, тем более до строительства плотины, Сура была гораздо глубже. Соответственно и все притоки Сурские, вот эти Шукша и другие реки были гораздо полноводнее. Что говорить, если Сура раньше была судоходной. Не зная про эти места, знаю, что Сура – река судоходная. Ну понятное дело сейчас где-то в Чувашии, где Сура впадает в Волгу, там до сих пор она судоходная. Но она у нас в Мордовии и в Пенинской области раньше была судоходной. Сейчас уже здесь не пройти. Вон мы на лодке, только вот совсем недавно на лодке сели на мель. Что уж говорить про суда. В целом это вообще прикольно. Отсюда вообще классный вид открывается. Посмотрите, церковь на обрыве. Как люди раньше это все делали красиво. Я думаю, что раньше еще эти обрывы были не такие заросшие. И просто вообще невероятная красота открывалась. Домики уже обветшало и видно, что некоторые дома уже нежилые. Старые крыши вот эти вот, которые мхом уже покрылись. Просто вот у меня всегда, вот когда проплываешь в такие места какие-то исторические, понимаешь, что здесь кипела жизнь, здесь была история. Это вообще невероятно круто. Какие-то ощущения прикольные. И есть еще какая-то досада, что это все закончилось. Ну типа, понятное дело, что у нас деревни гибнут. Все меньше и меньше там людей. А деревни это же просто душа России. Это красота. И это просто все, как говорится, идет из деревень. Все, что есть, придумали в деревнях, я считаю. Вредное, полезное, прикольное, ненужное, нужное. Настроения ловить ни у кого нет. А смотреть, наслаждаться видом есть. Потому что вот это вот вообще размот. Да, мы против ветра двигаемся. Мы бы могли сейчас просто сплавляться. Но из-за того, что двигаемся то по ветру, то против ветра. Ветер переменчивый, плюс еще река петляет. Из-за этого нам приходится на малом ходу двигаться и ребят с тобой тащить. Они без мотора, они вообще на веслах обалдели против ветра. Даже течение не может подтащить лодку, как ветер сильно дует. Да, мы плывем. Кайфуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так я понимаю, блядь. Поворотливая лодочка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эу, вы будете завязываться там? А? Смотри, смотрят, Дэн. Ха-ха-ха. 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 Ну, здорово, у зрителей. Ха-ха-ха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отцепили пацанов мы. Сейчас найдем место, где можно лодки будет слепануть и откуда нас заберут. Найдем, вернемся за ним, прицепим и посадим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, мы идем, а пацаны, которые были паровозиком, почему-то остались тут вот. Пацаны, вас что, кинули? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вас ждем. Пацаны, поехали место искать, где слепануться. Сказали, вы нас подберете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас он привязывает еще лодку. Сейчас заберем всю эту гирлянду из лодок за собой. Весит паровоз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо быстрее стартовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лодочная такси. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, дядя Андреев сказал, что здесь жерех. Сейчас бим, закуставим. Прямо сейчас встань, не горимся. Попробуем побросать. Может быть, что поймаем. Лучше прям зацеп на зацепь будем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть! Есть! СМЕХ Да! СМЕХ Должно было произойти. СМЕХ СМЕХ Да ладно! СМЕХ Есть! СМЕХ Да! Жерешок! Он существует! Первый жерех в моей жизни! На спайнинг! СМЕХ Маленький! Маленький! Ну, он хорошо клюнул. Я прям... Ничего... Блин, прикол вообще! Первый запрос. А как кинул, хорошо? Видно все? Попал прям четко. И быструю проводку начал делать. Прям... И он прям сразу... Атаковал. Тейлспиннер, пацаны! Тейлспиннер! Да! О! Ха-ха! Ты молодец. Я на турец с ним в казино хочу. О! жирешочек сразу прям на первом забросе тейл спиннера все отпускаем ушел так ну все вот это сейчас адреналин в кровь пришел остаемся еще на день за ради одной рыбы жереха поймал а я первым своего жереха въебал да а я тут уже вам намутил поехали мы плюс-минус место нашли за может слепануться слушай большого не небольшой а где допустил а отпустили сколько келожка да не пойдем место покажу пацаны где слепануться можно и жерех ебать там под мостом вот так вот водоворот бурлил там жерех тусуется ну все поймали по забросу не по такому хочу поймал тейл спиннер а тейл спиннер вот прям четко закинул туда под кустик мне на блесну клюнуло немного провел погнали а вы все прицепились вытащитесь тогда выгрузили почти все вещи еще некоторые остались там и маленьких лодках большой лодки наконец-то мы причалили сюда сейчас хотим перекусить сало после долгого пути и уже будем дальше с вами прощаться хлебушек есть у нас для ухи даже все приготовлено эх егор егор поймал бы ты свою жерешка чуть раньше и вы поели на все бы не хватило его люхи ты подошел нет до сих пор не расставило прикинь мы плыли водили субботу весь день и сейчас уже время ближе к трем часам и и и просто кусок льда вот это прикольно что стало просто не растаял ты придумал придумал как сохранить сало и вот сделал такое изобретение просто вот кусочек сала что у нас вот этим ножом все ваши руки замерзли как холодно слушай ночью вот замороженное сало у нас в принципе кайф а то она на солнце вечно размякнет ну в тепле не прикольно это он просто делаем вот так вот папа папа все уже знают просто лучочек сало и хлеб без горчицы погнали вот так когда заебешься на этой лодке да как хорошо залетает и без горчица горчица сейчас подарил сколько мы видим просто все молчат живет голодным вода всех утомила на волнах еще заснуть хочется я поспал очень хорошо пульс проверял думаю это уже вы не живой лежит чего еще домой да не я сейчас на господа на нашу суббота я наглец да товарищи зрители просто начал есть просто быстрее суматохи закинуться на рубрику не объявил это было видим сало вместе с денисом сундуковым съели сало все это съели сало вместе с денисом сундуковым чё спасибо всем нашим зрителям фух вот потихонечку уже лодки сушим вытащили на берег все завершается так вот наш склав слепанулись дым или вообще рыбы не будет но у нас егор наш фартовый егор поймал рыбу чем мы собираем вещи отправлять сейчас приедем за вами машина отправляемся домой устали сплав всегда это сложная штука это больше короче не отдыха такой но отдых трудовой отдых надо потрудиться конечно все на этом наверное сплав наш завершается сейчас переходящий кубок вручаем вручаем этот золотой кубку ушел от золотого болта хотели сегодня все вместе таком приподнять до командой на манды да но со мной получилось что сегодня поймал первого своего жереха долгожданного но все равно это муляж какой-то я считаю тоже маленький небольшой жерех должен быть голова рыба есть рыба да поэтому чего я вручаю всем вам давай всем вам так давай эту золотой командой давай ну чё вида дальше мы измучены уже спасибо что посмотрели этот ролик обязательно нашему сплаву поставьте вот такой вот жирный лайк обязательно поставьте правда вот за то что хотя бы мы устали поставьте лайки напишите комментарий ну и колокольчик чтобы не пропускать следующие видосы спасибо подписывайся на наш телеграм-канал на нашу группу vk на наш запрет грамм на все это подписывайтесь смотрите нас выезжайте обязательно сами на природу сплавляйтесь просто сидите кайфуйте вот сейчас слепанулись там на том берегу люди семьями сидят жены дети просто люди по одиночке рыбачат все выходной день кайфуют на природе поэтому и вы также делайте обязательно отдыхайте на природе все это наш сплав закончился пока пока если нажмешь вот сюда то подпишется на наш канал если нажмешь сюда то посмотришь годный видос также крутые видео находится тут и тут всем респект